Привет всем! На этот раз я хотела бы рассказать о таком экзотическом фрукте, как готические черные абрикосы. Их еще называют черный бархатный. Это его нормальное название, черный бархатный. Абсолютно прекрасно подходит для готического пари или просто для экзотического вечера. Нормальным видом, как нормальный абрикос, абсолютно такого темного цвета, почти черного. Причем у них такой необычный вкус, у них маленький привкус карамели будет, и оно еще очень хорошо пахнет карамелем. Мне запахи-то в основном без разницы, а вот есть кому интересны запахи, кроме обыкновенного запаха абрикоса, у него запах карамели. Причем у него такой привкус орешков алмонт, ну это такие мексиканские орешки, очень твердые, но они как-то очень связаны с их историей мексиканской. Вот, это такие вот орешки алмонт. Вот, кому нравятся такие интересные привкусы, это именно интересно этим, потому что у обыкновенных абрикосов такого привкуса нет. А тут он такой черный бархатный, причем у него такая действительно фактура, что он смотрится бархатным. И причем их всегда рекомендуют есть только свежими, только свежими. И такие фрукты выращиваются чаще всего способом только органик. Ну почему, это натуральная природа создала гибрид между сливом и абрикосами. Такие еще, эта природа их сама создала. Вот то, что люди иногда делают, это GMO, вот это GMO, это очень вредные штуки, которые я бы никому не рекомендовала даже пробовать. GMO это очень нехорошая вещь, а когда природа делает естественный гибрид, это вот просто прелесть. Вот этот натурально природой созданный гибрид абрикоса со сливой. То есть у них такая форма похожа на сливу, но вкус абрикоса и косточка абрикосовая. Ну у них самый такой большой запах от карамели, нормальный карамелевый запах. И в привку соловишка фаомонт. Их выращивают, в основном выращивают в Азии, а в Америку их здесь тоже прекрасно выращивают. И вот такую прелесть. Его лучше всего есть, когда вот свежий, и есть то, что он выращивается только инсизом, и круглый год его в магазинах нету. Вот здесь вот круглый год виноград, бывает клубника, она круглый год здесь. И цены примерно стабильные держатся на то, что изведено с помощью химикатов, там более-менее искусственно выращенное. А то, что выращивается способом органик, оно только по сезону. И вот то, что когда оно инсизом, вот только тогда его стоит есть. Потому что если оно уже выходит из сезона, оно, естественно, пропадает. Потому что когда их до магазина везут, вот мне вот очень нравится, что я не показала, их заворачивает такая вот бумажка, которая, похоже, у нее свойство как у ваты. Так когда-то они вот в упаковку эту сделают, обмотают каждой бумажкой, и в упаковку ставят такая, как вот коробка от яиц бывает, и вот она сама такая мягкая, из бумажки. И еще каждый обмотанный в бумажку ставит, и вот таких их перевозят. Потому что они бархатные, у них такая нежная шкурочка, очень нежненькая. Очень-очень вкусная. Вот, а это уже местное производство, здесь в Калифорнии их выращивают. Вот, они такие свеженькие, кого-то с дерева. Их, вот есть такие клубы, где собираются любители вкусной еды, а мне эти клубы нравятся, и там, значит, их мне так вот советовали, есть только вот как вот купил, максимум два дня можно хранить, есть только свежими. Хотя вот некоторые говорят, что их есть много рецептов, как делать из них компот, как этого делать варенье. Еще в Калифорнии есть такая мода сейчас пошла, самому вручную варить варенье. Из чего-нибудь такого, что выращено способом органик. Вот то, что органик продукты, органик клубника. Из органик клубники хорошо варенье получится, когда делать его самим по старинным рецептам. Я как-то пробовала, два часа ухлопала, ну, что-то получилось. Ну, когда-нибудь я потом покажу и похвастаюсь еще. Вот, ну, для меня варенье варить было очень, это уйма времени заняло. Ну, говорят, вкусно получилось. Я не знаю, это у меня подруга есть, она прекрасно готовит варенье. Вот такие вот завозили ягодки, крыжовник. Из крыжовника варенье королевское делается. Вот то вкуснятина. Моя подруга умеет, а я, к сожалению, и нет. Когда-нибудь, может, тоже научусь. Вот и в Калифорнии сейчас вот именно у нас такая мода делать варенье из всякой экзотики. Я вот тут прикупила. Вот сейчас, кстати, покажем, какой у них вкус. А тут я, кстати, на одном из прошлых видео я показывала вот эти вот белые персики, плоские. Вот эти, вот такой вот инопланетянский персик. И вот у них вот такая, я хотела показать, такая малюсенькая косточка. Вот такая она маленькая. И, в принципе, косточка даже и только плоская. Вот она такая маленькая, с темным пятнышком. Значит, она хотела прорастать. И вот она, значит, когда, если вот есть фрукты, которые их вот, сейчас покажу. Вот она вот такая маленькая, и косточка даже у него, он плоская. Вот. Вот такая. Вот этого персика. И вот сейчас этот порежем один, посмотрим. Вот у них структура, у него говорят, более волокнистая, более твердая. Ну, чем у натурального, который вырос натуральным путем абрикос. А вот эти вот, которые магазинные вывозят, которые уже с химикатами выращивают, они тоже тверденькие. Вот. Ну, которые магазинные, вот эти, которых выращивают с помощью химикатов, они вот будут такие огромные абрикосы. Вот он нормальный абрикос, между абрикосом и сливом. И вот такой, такой медовый цвет чудесный. Ммм. Вкуснятина. Вот. Самое интересное, что вот у него, вот мне это как раз очень нравится, что у него вкус и между сливой, и между абрикосом. И то, и то. А то природа иногда создает собственные гибриды. То есть, природа бывает смыта. Одно хорошо получилось, другое хорошо получилось. Значит, можно соединить оба, и получится третье. Привода тоже великий экспериментатор. Ммм. Вкус потрясающий. И намного более сочный. То есть, они между сливой и абрикосом. Очень рекомендую. Действительно пахнет орешком. Вот такой вот у него привкус орешка, алмонт, еще и запах алмонта. И очень сильный запах карамели. Вот сейчас, ну вот в этом сезоне, сейчас, кстати, очень пошла такая тенденция в моде, вот этот именно цвет карамели. И, в общем, у меня заказы приходили на юбки, которые люди всегда покупали юбку неонового цвета, спрашивали. А в этом сезоне, почему-то, все заказывают карамелевый цвет. Причем, я когда специально вам расскажу, чем отличается эта вот палитра цветов, если это эти бежевые оттенки, вот, или у них есть специфика таких цветов, потому что есть специфика, есть карамелевый оттенок, есть цвета верблюда, есть цвета песка, есть такой, который золотистый. Есть, который цвета орехового дерева, цвета кожи. Это разные-разные оттенки. А чем он отличается один от другого, я когда специфически расскажу, чем оно отличается. А вот эти, у них именно, это медовый цвет называется, а вкус хороший, и запах карамели именно. Вот, косточку, что пытаюсь выковырить. Посмотрим. У него будет настоящая косточка. Вот, не выковыривается она. Вот это вот я еще показывала фрукты. Называется «Лючи». Очень необычный вкус, очень приезд, очень сочная штука. Вот внутри она такая беленькая будет. У меня отдельный еще ролик про нее есть. Она вот именно такой вот, вкус у нее такой нежный. Говорят, вот есть вещь, какой-то жестственный вкус. Вот у этого именно такой. Очень нежный вкус. Очень рекомендую для пари. Вот. Об этом еще потом отдельно расскажу. Вот с Новой Зеландии завозят. Ну, а пока до новых встреч. Такая вот готическая экзотика. Черные абрикосы. То есть помесь абрикоса со сливой еще черного цвета. Для готического пари, для экзотики это просто потрясающе. Очень рекомендую. До новых встреч.